Взять в кольцо, блокировать и удерживать силы Украины на предприятии Эта задача потребует не меньше сил, чем штурм Хотя и идти в наступление на таком сложном промышленном рельефе весьма непросто Особенно, когда все вокруг разбито авиаударами Бойцы показывают с телефона личные кадры, что происходило здесь считанные часы назад С частью цехов, как видно, отсюда разобрались очень быстро Просто ударом авиабомбы и, по сути, все конструкции сложились Но за некоторые здания здесь, в этой промзоне, убились не менее двух суток Главное не останавливаться, пишем Бойцы рассказывают, на самом деле здесь действительно такая ситуация Прямо самая живая, потому что меняется здесь ситуация с каждым часом, с каждым днем Вот там вот здание за кустарниками, да Еще совсем недавно, это несколько часов, там еще были украинские силы Сейчас их уже отодвинули в другие промышленные строения Еще на подступах козов стали Ранним утром далеко от Мариуполя был виден столб черного дыма высотой не менее километра Оказавшись уже на месте, выясняем у военных Этот удар нанесен тушкой и фабом, фугасной авиабомбой по одной из целей Ну а вообще, вот до Азовстали отсюда, ну, наверное, километр Когда мы сюда подходили, было ощущение, что мы уже заходим на территорию комбината И вот тот цех, который мы проходили, все указывало на то, что вроде бы это уже похоже на Азовсталь Но на самом деле нет Но, несмотря на то, что до Азовстали отсюда еще один километр Вот все цеха, которые вот здесь, вот их визуально видно, сейчас мы их покажем Это вот фактически лоб в лоб мы сейчас стоим с украинскими военными Поэтому к окну, естественно, подходить нежелательно и опасно То есть светиться здесь лишний раз Хотя, в общем-то, тут такая небольшая территория промзоны Поэтому все примерно понимают, кто где находится Но надо быть все равно предельно осторожным и аккуратным По новому решению дальше пока не пойдут А будут по флангам соединяться с другими подразделениями, беря комбинат в блокаду И это для противоположной стороны еще один шанс выйти по добру, по здорову Им давали на днях шанс выйти из окружения нормально, достойно, сдаться Но они не согласились Таких, кого в спину они сами стреляли своим, кто с листовками был, пытался уйти как с пропуском Был такое, видели? Да, ну на самом деле мы ничего такого не видели, да Но мы слышали, да, что есть такие претенденты Ну в принципе это понятное дело Какой командир потерпит, что его солдаты собираются куда-то с позиции уходить Понятное дело, что они будут стрелять Прождав несколько часов возможности выйти обратно за периметр Получаем данные, что в оптике засветились совсем рядом бойцы сил противника И теперь прежний ход, возможно, уже под прицелами, как минимум снайперов Чтобы вернуться в цеха, приходится уходить в лаз через проем в стене у лестничного марша Идти по обломкам здания, разбитого авиабомбами, стараемся максимально аккуратно Когда вокруг стоит ковром из мин, как-то не камильфо сломать ногу или руку Просто неудачно приземлившись на обломках Всем, кто пожелает сложить оружие, гарантируем сохранение жизни За периметром промзоны Мариуполя напряжение стало заметно меньше Даже здесь, на левом берегу, в кварталах, в считанных метрах от Азовстали Становится безопаснее и потому впервые за месяц военным Удается вывести на поверхность из подвала соседней школы несколько горожан Но нужно спасать людей еще Месяц, с 4 утра где-то 21 числа и по сегодняшнее число В подвале всю разрушили И вчера три мины еще кинули И одного человека придавило его спасение И бабушка? А, и бабушка значит Мародеров было валом У нас дом напротив школы Пошел, чтобы взять покушать, а уже нету ничего Готовим на костре По воду ходим на колодец за несколько километров Воду привозят и крайне редко Ну, либо редко, либо просто не хватает на всех За гуманитаркой ходим очень далеко На один район привозят левый берег Люди с левого берега идут 40 минут, час Чтобы получить эту гуманитарную очередь По две, по три тысячи человек Гуманитарные силы работают сейчас на пределе Дмитрий Маслак, Кирилл Волков, Егор Кузнецов СИДЖТН, Мариуполь, Левобережный район и Азовсталь СИДЖТН, Мариуполь, Левобережный район и Азовсталь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова